все стоп старт сделан все покажу есть на оликвипедии страничка но есть более удобная сетка которая быстрее обновляется собственно говоря вот она на челонге вот этом сайте находится так блатчик играет кстати на азиаста может выйти если а мрэйди убьет значит пока не вижу блай онлайн так кто-то там так через две минуты будет сетка сейчас она в ардиок он добавлю свой стрим все маяк привет ну вроде точно да все было за исключением задержку нужно было выставить короче все нормально будет не волнуйтесь все лишнее закрываю нафиг все брекет лайф говорит варзи давайте глянем что тут за брекет лайф так есть бьян блай был в прошлой сетке в этой сетке было нет если бы он был то он был бы онлайн видимо да так оно и есть и еще же стримить импакт против траста есть вот это интерес крейдер развал развал кстати крейдер развал это по-моему этот какой-то китаец это не и осунули так и бьянчик здесь все здесь есть короче просто нет а не а мы Так, 8.20, через 15 минут тех поражения дадут тому, кого нету, игроков, тем которых нету. Так, ладно, пусть маленечко сифонит, чтобы слишком душно не становилось из окна. Су тут. Так, ладно, вот. Поехали. Поехали. Пока. как они звал звал проц почему-то написано здесь забывая кто это такой меч отказывалось это ну просто просто писался так писался буду прыгать туда тогда и 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 Извел инвайтед. Ладно, в эту игру залетел, так давайте эту и посмотрим. Получается у нас ПВП. А Извел? Кто такой Извел вообще? Забыл. Ну все. Ну ПВП-нчик, так ПВП-нчик. Пусть там варди другой, постримит импакт. Надо было импакт, конечно, у нас траст там ломится. Но мы еще увидим, короче, много интересных игр на данном турике. Вот. 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 Так. Вот. Ну что, Бо-3 погнали. fpn-щик так, изволил два гейта ставят, здесь тоже два гейта, все пока стандартно абсолютно и Думаю, как-то поудобнее поставить Думаем, что-то у меня это Как будто плохо видно Интересная стенка, каково извело Кстати, смотрите, просто хоп Все в ряд Здесь проход, здесь нету прохода Здесь пилончиками все прикрыто Вроде как пространство внутри базы Получается Ну и оба в Нексус выходят, что ли Получается Вот Нексус пошел Здесь пробка с разведки вернувшаяся Нексус поставят, получается Примерно одновременно все выходит Сентря у Крейтера набустится варп Проверил сталкерами прокси Прокси не находит, ничего там нету Продолжение следует... Ну, что пока развитие идет, в общем Четыре сталкера у Эзвойла Два адепта Нафиг два адепта на такой стадии Непонятно Типа ворваться неожиданно Чуть более поздний тайминг Адептами или просто разведать Здесь есть Сентря У креатора С считая верным решением Сентрю ворпанул Он ворпанул как раз именно для того, чтобы Вот эту иллюзию в перспективе послать вперед Аликс, здесь пару Какой смысл, какой ник Ты там что Вообще Ты о чем вообще Тут четыре адепта приходили К креатору и что они убили Сентрю убили, пробку убили Ну все Два из них ушло, конечно Из четырех этих адептов Могли бы вообще не уйти Никто мог не уйти Но В любом случае Как бы рабочих больше у креатора Всего больше У креатора Здесь делается Блинк плюс гейты То есть это Блинк пуш Судя по всему Какой-то будет Иначе зачем столько гейтов добавлять Здесь гейты не добавляются Блинк еще раньше будет И плюс один еще и бустится То есть в перспективе У креатора Грейды более грамотно Делаются Как бы На перспективе Так На трещи Пишу Вроде сейчас работает Среди теней Ваши войска Вступили в бой Я здесь Среди теней Опять адепты врываются Короче пытался Фокуснуть Сентрю Здесь As well Один раз досталось Газу Правда Просто дэмодж Вот он Зарегенивался Сейчас Если бы Вот этот удар Пришелся в Сентрю То одну бы он Зафокусил Конечно Но Смысл в этом был Короче ребят Первый турнир Из серии Варди Опен Начина Опенца Секундочку Я здесь Среди теней Я здесь Среди теней Место рождения минералов Истыщено Так Все я здесь пацаны Корешу сегодня день рождения Вот Корешу сегодня день рождения Мы ему зовет Там посидеть вечером Короче Блин Сколько январских Вообще И мне через неделю Тоже будет Так же сегодня день рождения Ледоколычу Это просто жесть Была бы Просто жесть Жесткая Заходит В общем-то Наверх Креатор Начинает Громить пилончики Начинает Громить Все вообще Пилды пошли Уверчаж Выставлен На пилон Закрошить бы Здесь Но Креатор Непонятное дело Почему сталкеры Все сзади были Он боялся Что типа Будет залп Дестабилизатора Какой-то жесткий Что ли Да тут просто Агрессивным блинком Уже можно Убить его И все Что и делает Креатор Вот он Выверенно В общем-то Ждал-ждал-ждал Пока же выстрелит Этот дестабилизатор Чтобы как раз Блинкнуться И сфокусить Моментально Вот В общем-то Варди Опен Турнир Такой Какие-то там ОЦС Пойнты Или что-то За него дается То есть Можно будет Пройти Типа как С ночи Ушел недавно ОЦС Да этот турнир Я так понимаю Вот Крутой турнир Но совсем Неудобно Для нас Время Конечно Для Европейской Части Континента Так Больно Тут Дестабилизатор Делаем А Ну здесь Адепты Зашли Здесь Адепты Крошат У них Даже Глеб Кстати Нет Самое Интересное Из Вэлла Глеб И есть Но Крейдеру Достаточно Всего Абсолютно Так Короче Ребята 26 января Вот Тоже Freedom Подкаст Да Вот У меня У знакомых Там 17 19 Там Поперло 16 Там Есть Короче 25 14 Знаю Человека У меня 15 Где Сетку Поменять А Сообщение Дня В этом Что Ли Сейчас Поменяю Все Сетку Поменял На Твиче Если Кто Живой Отпишите В чат Я боюсь Чат Даже Не Работает Как Будто Бы Встречаю Обычно На других Чатиках Сидят Люди Да Не 50 Человек Смотрит Алекс Подчеркивание Диспару Активировал Премиум На Ваш Канал Спасибо Алекс Диспару Видишь Так Так Вот Так У Жены Моей 2 Января День Рождения Мы Оба Получается Январские Спасибо Алекс Диспару 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 Продолжение следует... 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 Так, Паржан, а Мэй не попёрла. Так, ну тут Крейтор заметил, что за его обсом охота идёт, улетает. У Крейтора Блинк уже готов, плюс один заказано, а у его оппонента из Вэлла делаются глефы, резонирующие адептам, делаются имморталы. Это похоже на какой-то пуш, в общем-то, имморталы глефами получается, имморталы адептами с энтрями. Интересно, вот этим билдом можно пушить. Ну тут глефы тоже уже заказаны, они будут не намного позже получается, и мне кажется, что Крейтор встретит во всеоружии просто этот пуш, и он будет готов, он будет готов. У тебя здесь есть фениксы, вот надо к этому пушу побольше фениксов-то добавлять. Зачем их добавлять? Да затем, что имморталов, если оппоненту поднять, выключить их из боя, ДПС снизится, армия очень сильно. Здесь третий нехтус пошел. Ну это как раз как сигнал, как красная тряпка, просто СВЛ идти вперед. Конечно, этот двухбазовый пуш и должен работать таким образом, чтобы пробивать третий нехтус именно. Здесь всего два иммортала, это немного. Так, привет, Таверс. А ты играешь, что ли? Место рождения минералов истощено. Ну что, тут СВЛ приходит, минус третий нехтус изи просто, что называется. Пилончик убил, почти все соплооблок у креатора. А что же пилоны новые еще строятся? Креатор че тоже вразмен пошел? Да? Ёма, какая тут необычная игра получается. А нахрен креатор-то вразмен полетел, я че-то понятия не имею. Нужно попустить, конечно, с интрией в этой ситуации было бы. Охренеть, креатор... Че креатор делает вообще? Мне кто-нибудь может объяснить, ребята? Он просто сейчас всирает вообще размен свой. Варпит зачем-то юнитов дома, но как можно быть тормозом таким? Ты идешь в размены, домой юнитов варпишь. Какой же он тормоз, а? Это же просто жесть вообще. Как минус креатор, ребят. А не, хотя не, вот доварп очередной прошел. Теперь, может быть, и не минус, конечно, будет креатор. Плюс один, плюс один здесь есть у одного и у второго. У креатора пробки-то хоть ушли, хоть одна вообще. Не знаю, слушайте, ушли ли пробки у креатора, но у креатора по зданиям ДПС выше такое у меня ощущение складывается. Но креатор понимает, что здесь у него... Смотрите, его зданий меньше осталось, что он погибнет быстрее просто. И в итоге он отступать вынужден назад. Так, здесь пробка есть. А, лин-адепт остался крошить пилоны. Пробку убей. И что в итоге будет, я чуть не понимаю вообще. Все, у креатора тут один пилон остался. Его оппонент вниз будет спускаться вообще? Нет, не будет его оппонент вниз спускаться. Двое иллюзий имморталов есть. Через ВЛ вниз пойдет сейчас. Да, идет вниз. Креатор, спеши, пока он не ушел. Такой-то тупой будет. Ай-яй-яй, ребята, как меня вообще просто удивляет, как такая хрень происходит, как у креатора вообще. Он берет и просто на ровном месте сливаться умудряется, блин. Ну просто, ну на варфе ты юнитов в размен. Прими ты бой нормально, и все. Здесь Архон, правда, есть. Архон очень, очень силен в этих ситуациях. Отступает креаторночка назад. Ну как-то его, по-моему, ломает здесь оппонент его. Архона нельзя отдавать. Архона креатор отдает. Короче, Аверс, мы тебя не посмотрим. Здесь 1-1 намечается просто. Как можно эту игру было проиграть? Я просто поражен вообще. Я просто поражен. Я просто поражен. Вот. Отступает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как их там, ну которые маршрутки, короче В автобусике таком старом Тут у нас тоже из дома мужик есть Он пустил его туда жить, короче, вот автобусик Вот ладно, что-то я уж прям это... Так, в общем, умудрился креатор проиграть нелепо как-то Преданность к реалити, не понял про твой вопрос Нет, Варди в другой игре находится Я просто, он написал, что он и я Официальные стримеры, корейцы Сами меня, наверное, поставили Судьей просто Я даже не знал, что я судья Если честно, надо быть внимательным А то так уйдешь, какую-нибудь дверь открывать А отгореть, спаузу какую-нибудь влепят То мне отжать им будет Так, вот раз креатор с адептов начинает Здесь сталкеры бегут за пробкой Креатор, as well, собирается поймать эту пробку Поймать-то поймал А адепты его тут подловили А у верчаж-то всего один, ребятки А тут еще и мазеркор подлетел Ё-моё, какая жесть А адептов надо увезти вообще отсюда Иллюзии, да Адепты упали, но креатор забрал Сколько он забрал? Шесть пробок, ребят На самой ранней стадии Это просто жесть вообще Так, не понял, куда адепт... А, вот Вот они, адепты ловят их, as well Креаторы вообще куда-то телепортируются Куда, наверх ушли иллюзии Вчера турнир 2 на 2 я не стримил Пошел к своему колюшу посидеть Потому что все праздники обещал, обещал А то занят был, то холодно То еще что-нибудь Как бы все не найти было Он, ну, 10-го числа завтра Поедет на Краснодарский край Орленок строить Опять он там полтора месяца что-то работал Сейчас опять поедет Так, as well пушит Смотрите, это пуш идет Здесь грелка у креатора Креатор вообще эвакуируется на хайграунд Сейчас, насколько я вижу Но здесь оракул плюс адепты Как они достали уже as well Лимит боевой одинаковый Это победа креатора Он не эксус отдаст Переселится просто на хг И все, здесь ничего не сделать будет, ребята Это факт А что оракул-то летает? Мы еще не понимаем Оракулу не зафухусил Ни хрена не зафухусил Ну тут есть грелка А что ты с грелкой сделаешь? 2 на 2 не стримил Никто меня не предупредил Были у меня планы другие Вот поэтому и не стримил, собственно говоря Сейчас вот с этой рабочей недели Начнется старый график стримов Короче, будут стримить все подряд Стараться Хотя, как я уже сказал У меня просто корешей Как бы январских всяких там День рождения, миллиарды Как бы Возможно, куда-то тоже нужно выйти Вот И у меня у самого будет тоже Ну, СВЛ тут хорошо поконтролил Призмой, конечно Но это ВВ Это ВВ, брат ВВ, брат ВВ Так, на Аверсабл Друзья, давайте, кстати Что-то я не подумал об этом Так-так-так-так Что тут у нас есть? Интересно, давайте смотреть Су против кино Вот это сразу я вижу Где тут су против кино? Где ким, где су? Ким у меня был в друзьях вроде как Или нет? Ничего не вижу Играют, видимо, уже они Траст импакт попадет, кстати Победитель на Бьяна Можно тоже подождать НСК Реальты поддержал ваш канал На сумму 1000 рублей И сообщает За социальную активность Спасибо тебе большое НСК Реальты Это больше маме моей Как бы, ну Меня удивило Что я аж там хотел Барагодить и идти Тут у нас Есть у нас соседи Как бы, ну Женщина У нее сын, как бы Они постоянно там С корешами И с саней, в том числе Которые на Баклапу приходят Ну, там бухают За мусоропроводом Суд, короче И она начала возмущаться Там моей маме Предъявлять Типа, что вы бомжа сюда привели Там все дела Короче, просто Ну Как бы Я вообще, в принципе Удивился, если кто-то Еще, ну Люди, у которых Просто они сами тут Срут, как бы Можно сказать В подъезде Ну и что-то там Они это Недовольны как-то Ну, в общем Там все улеглось Как бы Побурлили, побурлили И тормознули Ну а так Пацаны, всем спасибо большое За поддержку Так Что, Варди Пристримить Что-ли мне Немножечко Варди Не против Будет Стопудово Как раз Подождем То есть Победитель Попадет на Бьяна А Бьяна Я что-то давно Не видел Хочу посмотреть Его, ребятки А Траст С импактом Это ПВЗ Тем более Как бы То есть Бьяном Против Бьяна Еще и не Зеркалка Будет То есть Траст Либо Импакт Будет Бьяном Играть Так Тут Теперь 13 рабочих 15 погибло Чай же стоит Ёма Они еще нарезали Три дрона Здесь Ну это уже Совсем Перебор Зерк Какой-то Стал Просто Ободранный Весь Обглоданный Короче Пришел Протас Расковырял Адеп Так Там еще Призма Харасит До сих пор Насколько я вижу Ну да Нет Такого Зерга Надо добивать Уже Но это Не жилец Уже На самом деле Хотя Ну Протас Умудрился Призму Слить Ну 50 Рабочих На 40 Вот У нас чисто в подъезде даже не курики все на улицу выходят Добываются просто ну У меня и на новой квартире где сейчас женой живу тоже просто Соседи ну короче Вот Ну начали курить просто Ну там Крущевка у нас Прямой вариант просто И с кузняком Все к нам в кухню короче Дэндаш повесил объявление Ну типа Что не курите там все дела Кто-то начал срывать Я как бы Пошел предъявлять А там соседи снимают Как бы Что-то там С ними побарагозил А по итогу походу Это и не они как бы курили Что-то недавно Там просто олени После нового года Поставили пакет Просто с мусором На лестничной площадке Там бутылки какие-то от вина От водки стоят Еще как шляп И стоит просто Вот А кто-то Кто-то написал короче На этом пакете Типа Своё богатство Типа там вынесите Все дела как бы Вот А тоже Я думал что может даже и Даша писала Как бы Но оказалось что нет И поставили под дверь Опять же Соседям моим Которым я предъявлял А это ну не они как бы походу Это делали Вот Они ко мне заходят Типа мне предъявляют А что вы под нашу дверь Ставите Я давать Нам уже В бычку полез Короче Там А в итоге Там уродцы Другие какие-то Живут Оказывается Всякое бывает Ну а зайти будет к ним сказать Что вообще не мы писали Чтобы вместе выцепать Короче Гадов По поводу Саня В подъезде Что прикол В чем Что тут Как бы Сами люди живут В подъезде Ну В своем же суд Получается Очень угрозительно Опа Кто там Что там Павер зовет Отлично А как же Бьян У Аверса Надо посмотреть Посмотрим Аверса Там еще Игра Не кончилась Я не знаю Сколько Аверсу С доллар Будет Привет Лосяш Спасибо Тебя Всех Короче С Новым годом С Рождеством Какие-то чудеса Вообще На виражах Ребята Домовод Чуть завелся Искал нож Хотел Мандарини Там прорезать Как бы У него Такая Шкурка Плотная Чтобы Это Везде Все Смотрел Нет А он Вот Лежит Как бы На столе Здесь Прям Или Я Тупой Какой-то Сегодня Либо Мистика Может Какая Он Прям Здесь Лежит Я Везде Здесь Смотрел Реально Ножик Возьму С собой Ладно Шучу Не Надо Доделать Есть Под Вентиляция Личные Решетки Сфильд Так Про Какую Вентиляцию Ты не Понимаю Говоришь Я Ты Говорю Про Подъезд Что Через Дверь Просто Сквозняк То есть Через Дом Так Так Течет Воздух Что Сквозняком Не в окно Открыто На лестничной Площадке Уносит Дым А домой Короче К нам Просто Ну Правильно Аверс Ну Блин На Корее Конечно Надо На Американском Сервере Нашим Пацанам Играть Там Еще Хоть Более Менее Играбельно На Корее Это Тяжело Будет Хотя В мех Можно И на Корее Попробую Давайте Посмотрим Что У меня 340 Стандартный Пинк Ну Это Все Так Это Многовато Считаю Так Ну Я надеюсь Там Солар Точнее Траст Пока Поподаются Некоторое Время На Майвер Соглянуть И Еще Бьяна Успеть Потом Минус Рипер Что-то Тут Долетал Савер Что-то Там Газ Заставил Отменить Хотя Б То Хорошо Ну Рипера Рано Как-то Отдал Он Конечно Старпорт Вошел Ну Я Даже Не Сомневаюсь Что Аверт Будет Мех Играть Да Че Держаться Нормально Уже Не Курит Больше Меня Меня больше Беспокоит просто ну допустим ну найдешь ты там кто дам курит или что-то делает ну даже ну хлопни что даже их или с кем-нибудь там хлопнишь а если это алкаши чё потом там ребенок даша смажь и же ходит как бы без меня бывает спасаешься дегенератор если как бы живет потом такой хотя ну с другой стороны если даже что-то сгрызает кручаверс я смотрю я с другой стороны если даже ну каши там или бухают не значит совсем наглухо отбитые кого-то разговаривать можно совсем так там арморит танчики факта solar раскачивает экономику роуч ворон готов это с роучами подкушку любое точнее бы внутри роуча за а ну это кстати 7 роуч и либо против либераторов в атаку всегда либо против либераторов дома на оборону я даже не понимаю чем отменяет аверс д пушечку молодец купит стрел отменить только см не успел отвести зато пожалуйста так линги стоят реводжер и роуч вперед идут прям в наглую solar решил аверса что сейчас убивать будет здесь колбат и гелики там есть танк один либератор всего лишь присутствует здесь либератора сейчас solar просто выбьет как бы и продолжит свой прессинг далее заходят роучи линги линги идут под танк фаербулы на либератора падают танчик танчик сейчас сгрызает аверс сразу еще одного либератора нам подрезать блин он много здесь раз выстрелить успел прям я вам скажу еще один либератор еще один фаербул своего реводжера накрыл но линги внутрь зашли что-то как-то гггл короче здесь кажется и на бьяна мы должны успевать да привет зазе не надо объяснять людям они все равно понимать не хотят некоторые так чё у нас там бьян траст и Это агитация коммунизма. Да вы, батюшка, я даже не знаю, как назвать, ельцинист, что ли, я видел, что такая даже есть тема, но я так как понял, это Стёп по-другому, я даже назвать не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Бьян против Траста, ребят. Траста идёт в разведку, спалил про... Ой-ой-ой, как? Давайте, а как он спалил-то? Он же просто мимо ехал. М-да. Дома новый барак у Бьяна пошёл, это провал всего билда, абсолютный провал. Я не знаю, зачем даже ставит сейчас кибернетчику Траст, если можно было некто спокойно впиливать после того, как он отменил здесь барак. Так, ещё одну пробку вперёд ведёт. Здесь два газа добывается, стенку закрыть не получится пока. А-а-а-а-а-а-а-а. Вот как Траст решил ответить. Траст понял, что здесь будет более позднее, получается, технологии, да, как бы у Тирана. И Траст решил, что его надо наказывать за это. Ну, идея интересная на самом деле. Во что выльется вопрос хороший. Пробочка есть. А, ещё и... Да, с пилонами с оверчажами. Ну, кстати, по нему почему бы и нет. Мазеркор летит вперёд. Здесь пилон раз. Заходь сюда пробку. Сюда второй пилон не поставить. Достаточно и первого будет пилона. Здесь это факт. Разная депошечка зелком коцает здесь у нас. Получается. Раз. Ну, Супоян, смотрите, какой молодец. Всё у него всё плохо сейчас будет. Но вышел сразу, выбил приоритетную цель. То есть выбил пробку. Которая не поставит теперь здесь пилонов внутри. А это важно, если бы сейчас в эти юниты зашли. Хотя против циклона никто никуда не зайдёт на самом деле. Блин, ну циклон молодец. Благодаря циклону здесь изи всё отбивается, короче. Циклон плюс марики захватил Араху. Как же Бен чё так, а? Смотрите, что он творит. Убил здесь, всё убил там. Всё ещё Мазеркор захватит. Привет, русский анимер. Привет всем. Кто недавно подошёл, здесь второй циклончик подстраивался. Всё равно просто там неексусы, все дела. Здесь надо забирать, наконец-таки. Ну а Мазеркор забирать. Захватывай Мазеркор. Ты чё ты Бен тупо резишь? Надо на лоу-граунд было спускаться, чтобы цикл Мазеркор захватить этот нормально. Хе. Ещё и телепортнулся зачем-то. Зачем телепортироваться? Думал, что марики летят, наверное. Не знаю, не знаю. Ладно. Мне чуть не получится. Не знаю. Ладно. ну все прокси старгейт бьяна выбил 27 на 8 боевой лимит пользу бьяна прикиньте просто вот прикиньте вам приходит отменяют барак вы там в заднице тебя вас человек прессует просто про про геймер блин раз а ты просто берешь отбиваешься и все как бы и в итоге у тебя все круче гораздо чем у оппонента вот что самое удивительное сейчас бьян просто пробьет это я даже не сомневаюсь либератора убить нечем три циклона гигантские дпс 4 едет и мариков здесь 8 штук и 2 на подходе предупреждают либератор что не стоит сюда влезать вот в эту полосу ты минус адепт наконец-таки 4 циклона здесь можно на сталкер на вам спокойно при чарлс 99 999 минус не отсут пожалуйста для опроца все уже не просто плохо катастрофично четырьмя циклонами с призм сейчас захватил бьяна он бы не отпустил ее а Продолжение следует... 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 За турнир такой в названии стрима указано, сетка есть в описании канала, на Team Liquid есть инфа, если кому-то интересно. Опять-то раз Прокси какой-то собрался, а не, это он уже домой вернулся, это третий Нексус ранний, вот этот раз дает, да, через одного адепта без Мазеркора просто в третий Нексус, ишь ты какой. А здесь что? Здесь третий Варак, ребята, уже ставится, то есть Бьянт сейчас сделает абсолютно точно выход до Медиваков, и для Траст это будет, мне кажется, иметь последствия самые печальные и плачевные. Продолжение следует... Так, ну что, туретчики везде пошли, Бьянт ставит на второй тайминговую туретку от Дарков, видимо. Кстати, у него два реактора, что самое интересное. Почему у него два реактора, я чуть не понимаю, а не две лабы, чтобы там Steam щиты были одновременно. Как-то, по-моему, очень долго здесь на самом деле шевелится Бьянт, то есть сейчас Продз, если добавит, а он добавит Твайлайт, во-первых, там будут делаться Глефы, из Роба пара имморталов выйдет, гейты добавятся, третий Нексус уже заработает на полную мощность, получается, то будет вообще все хорошо. Вот здесь две базы полностью раскачаны у Продз и третья раскачивает сейчас, добыча уже повыше. Вот первый выход, правда, с первыми двумя медиваками, все-таки явно на медиваках пойдет выход, да, на первых, будет очень опасен. Но он пойдет до готовности щитов, это 100%, уже до щитов еще там 50 секунд будет сейчас, 60 даже. Минута еще до щитов, медиваки выйдут сейчас уже скоро, но даже без щитов, да, можно и подождать целенаправленно, да, там, сейчас вот 40 уже будет до щитов, да, там, секунд. Можно просто щитов дождаться будет. Все, медиваки готовы, надо идти вперед. Так, зачем на новый пруд собираешь? Читать умеешь? Вот и читай. То, что перед в скобочках написано. Так, здесь без щитов марики против гвардиана и адептов, они бесполезны практически, но здесь есть тюверчаж на третий микс, и смотрите, траст, если отобьется, у него вообще все хорошо будет. Так, здесь марики на амуве бегают по какой-то фокусной центре, да нахрен Филд, надо еще гвардиан один рубать просто, и все. Один гвардиан, ну-ка, рубил марик и мечик, сразу центре, выбил, если внимательный тиран, все. Двух арморов просто армия лишилась. А если два гвардиана, уже подумаешь, надо ли центрейтов укусить. Дарова, Акирыч, дарова всем. Три гейта, а вот, три, шесть уже гейтов, что-то я вамру. Шесть гейтов, это уже можно и отбиваться. Ну, от бьяна прилетает еще один дроп, смотрите, уже с мародерчиками. Здесь несколько мариков, правда, словил оппонент бьяна. Вот, кто и лезет-то бьян мариками на сталкеров, я чуть не понимаю. Еще два иммортла есть, тут раз, куда ты блинки-то такие? Вот если бы не последний агрессивный блинк, мне кажется, вообще все замечательно было. Глеф и армор делаются, плюс один уже есть. Второй робот, вторым роботиксом застроил себе же провод, сейчас траст, принимает бой, гвардиан нет, щитов нет. Вот без гвардиана против этой армии, ну, намного слабее сразу прото становится. Был бы гвард, вообще было бы по-другому все. Мазеркор где? Мазеркор вообще не контролит трасс, ну, как так можно? Мазеркор, он всегда должен к месту боя лететь. Особенно на таких стадиях, когда понятно, что фактически тиран улынет здесь. Так, оверчаж врублен. Проц еле-еле, но держится, ну, по боевому катастрофу уже. То есть даже если он отобьется, Проц, трасс здесь, у него все плохо будет. Вот как он так умудрился в лоб отдаться? Апсервер подлетает, спрошу, минка не стрельнула сейчас. Минус медивак дэмэджен, я был, Бьян заходит на третий Нексус. Здесь встретить абсолютно нечем. Довар по адепту. Адепты готовы, но здесь мародер затанчил, как бы, сзади приходят, минки копаются. Не, ну Бьян сильнее, трассу-то это очевидно по этим играм. Ну, я нацелен, понятно, на 7, на топовый, там не хватит стопудово. Я поставил эту сумму так, просто, потому что люди спрашивают, а сколько нужно? Ну, я написал, пусть будет 100, как бы. Если что-то будет уже, как бы, более-менее вменяемое, хотя половина ее, да, как бы. Потому что, во-первых, напоминаю, что эта сумма указываю, я все деньги, потому что человека дает там 1000 рублей, он дает 1000 рублей, и я ее все указываю. А доходят-то до меня там 850 через gg-плеер, например, а то и меньше, 840. Вот, то есть это нужно учитывать. Ну и нужно учитывать, что еще и материнку придется менять, наверное. Ну, а так хочется, да, 60 pps, чтобы качество получше уже было, чтобы, как бы, без повышения битрейта пресет сделать, как бы, более медленный, да. Если битрейт повышаешь, то, например, я ставил 5к, у некоторых лагать начинал, а сейчас 4к поставил, чтобы, то есть, для людей, короче, чтобы, у кого интернет слабее, могли смотреть, как бы, в нормальном качестве. Бьянсу дальше хочу я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я бы не стал бы там утверждать про то, что там просто что-то не могут. Чтобы что-то мочь, надо трениться, как бы. Вот, когда ты не тренишься, тогда и рассуждать меньше надо, в принципе, об этом. Вот, когда ты не тренишься, то, что ты не тренишься, так как ты не тренишься, так как ты не тренишься, так как ты не тренишься. Вот, когда ты не тренишься, так как ты не тренишься, так как ты не тренишься. Вот, когда ты не тренишься, так как ты не тренишься, так как ты не тренишься. так же такие дела, ну проц это тоже видимо вероятного будущего и так же и так же Так, ну что, 3, ребятки, 0-0. Сейчас счет, поехали. Блин, что-то меня... А, вон чай стоит, мне уже что-то хочется сходить слить. Чаечек, так. А, вон, что-то... Делся гг-бот. Это Юля, бзика-бот. А не мой. Вот его и нету сейчас. Так, ну тут Бьян решил, что надо через 3 барака риперов сыграть. И я думаю, он абсолютно прав. Бьян и не в ГМЛ. Ну а что, чемпиону Близкона нужно ГМЛ особо сильно, что ли? Чтобы поверить, что это он, да, как бы? Или что? И что у него нету других аккаунтов, что ли, каких-нибудь? Конечно, есть. Конечно, Бьян не просто в ГМЛ, если он захочет, что на топ ладера будут биться просто. И все. Слетает Бьян, начинается рипер-контроль. Лингов продемажил всех, только одного сейчас подрезал. Выходит королева. Пока инъекция делала, рипер-4 выстрелом в нее всадил просто со своего пистолета-пуклета. Привет, да худже. Да нет, схожу. Перед следующей игрой солью просто. Здесь уже начали смотреть, а 3 барака риперы лучше сначала самому посмотреть. Бьян, в общем-то, бомбит, бомбит. Здесь... Так, випер отдался, что ли? Да, один. О, дурачок. Куда полетел? На королев полез. Отбился от пацанов. От бригады. Все, наказали. Привет, Акирыч. Нет, с моделью до конца не определился. И сумма такая, чтобы была цель, я говорю об этом. Почему? Потому что, на самом деле, до меня сумма дойдет на процентов 30 меньше, чем она написана, поэтому, как-то так. Просто надо брать с запасом, я уже об этом говорил, какой-нибудь там А7, который чуть сильнее моего этого пасана. Ну, смысла брать нет никакого. За 10, так, про 10% эффективности, как бы, усиления. за какие-то деньжищи брать большие. Зачем? Если уж тратят, чтобы было лучше. Плюс, как бы, я хочу собрать еще комнат домой себе, туда, здесь с женой живу. Может, оттуда иногда что-нибудь постримлю с этим братом, который сейчас у меня здесь. Какую-нибудь цивилизацию, может, поиграю, по фану посижу. Иногда. Когда там дома никого не будет, например. Так, ну, тут Линге рядом есть. Вообще, достаточно легко Бьяна отогнал, нужно отметить. Как-то, обычно Бьян больше. Посмотрите, 15 собак, это все, что удалось Бьяну убить. Обычно, как-то, он больше делает, да, этими риперами. Потерял нюх, короче, Бьян. Давно риперов не играл. Бьян сразу же уходит. Почему? Потому что, если бы он не ушел, королевы подошли ближе к риперам, а сзади, линги прибежали бы и могли бы зажать риперов, например. Сам себя Бьян бомбит, но это необходимо для того, чтобы линги на хвост не сели просто. И Бьян это прекрасно понимает. Если они будут пытаться окружать, они будут врываться в гранатки просто. Минус рипер, дохленький сейчас, Бьян его местами не поменял. За спину кидает гранатку, потому что к линги не пришли. Хорошо, тут королев бомбит, ну, здесь дэнэджи им так, ничего не дает. Это, здесь криптумор законтрить не получил, здесь новая криптумора стоит. Молодец, Бьян крип отгоняет стабильно. А здесь уже марико-мародеры вовсю штампуются. Есть третья цеха, есть реактор на пакте, на Старфорте реактор есть. Минки начнет, Бьян, скоро строить. Риперов своих взрывает, хоть парочку-то пусть выживут, они же смогут в бою гранатки кидать. Бьян, что ты творишь? Так, пытается, пытается окружить здесь, зажать сут. Один минус еще точно будет, но два ушли, два ушли, рипера. Ну это вот, это куда ведешь, ну ее парсоте. Ну что такое? Это только один ушел в итоге. Так, сейчас что-то это? Опять 4, 670к. Поехали. Так, ну скан от Бьяничка пошел, здесь попытался скрип, еще убить, надо садиться, улетать. Молодец, улетать. Так, а что Марик-то там один? Как он не успел запрыгнуть, я даже не понял. Мародюра, Марики еще подходят. Щиты у Бьяна не заказывают. Ну Бьяну, ты-то ее, давай просто без этой шляпы, Бьян щиты не заказывает. Ну что за хрень, я не знаю. Кто-кто, от Бьяна такого я не, ну не жду просто никогда, что Бьян что-то такие, ну, странные моменты будет делать. Вот он заказывает щиты, наконец, заказывает вторую атаку, армор, и армор пошел. Здесь 2, 1 уже скоро будет, второй армор будет, ну прям очень скоро. И без щитов Бьяну здесь против Бейна будет контролить, ну вообще не очень. Тем более они с покатухами уже, плюс 5 хп, то есть им добавилось, что просто очень важно, безусловно. А самое главное, что Бейнам с покатушками добавляется, это очевидно и гигантская скорость, да, накрепила. Ох, как минка Бейнов сейчас щелканула. Хорошо, Бьяна улетает, 118-121. Здесь интересная такая стенка, SD-пошечка выстроена была. Вот, 4 медивака летают. И вот, 6-пошечка выстроена. Что? Ох, вот, 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 Так, улетает мута Закадешился еще там Мух медиваком этом, ускорение Буст, в итоге отдал Практически со всеми мариками Бьян медивак, крипосу Расплодил, просто жесть 9 часов, здесь вот Кусман Такой кусок пирога, то есть Карты отрезал, просто Бьян Очень четко ЧСУ, очень четко Мне оно бы почистить бы надо Разгонять никто ничего и не собирается Тем более, что он и так на этом Экстремальном режиме работает Так, залп Очень много Ну вернулись, короче, ребята Все новое, это хорошо забыто, старое Не зря так говорят Играли, играли Каких-то ультралов Вот эту всю тему, да Как бы зерги А в итоге пришли к чему? К тому, что в лотве без всяких изменений Вообще, ну баланса Практически, кроме бейлингов Пришли к тому, что Хорошо работают мута-линга-бейлинги Все Ну правда, раньше на мута-линга-бейлингах Зависали так, что даже в ультру не выходили в ход Почему? Потому что она мягкая была Со всеми армурами уникальными Совсем У мародюров был дэмэдж Одинарный То есть мародюры просто ультру унижали Но лейте 10 мародюров Могли раскатить Там 4-5 ультралисков Вообще в легкую С меди-ваттами Просто Вообще в легкую Сейчас же такого нет Все-таки в ультру будут выходить Зерги стараться Но Средняя стадия, в общем-то, стала более затяжной Такой получается Вот это вот До ультры До самых лейтовых зерги-технологий Тут Бьян 9 Су пытается сменить Муталиск прилетает Сбить бы его Но Су внимателен Су не подставляет Муталиска Бьян пытается На мейт прилететь Фризы какие-то пошли Не знаю, у меня или нет Ну как на муле тут Бьян Сливался жестко Бедный мародер Там остался 3-3 Бьяну нужно срочно Конечно 3-3 нет Заходит Ну Бьяна Хорошая природа Здесь дома Здесь Бьяна нормально Отбивается Ну 137 161 Четвертую цеху бы занять Где она вообще Прям здесь собираются Типа строить Бьяна А не, вот она С мэйна летит На мэйне В общем, дали где-то Строилась Не понять где Типа строить Бьян Так, бывший прогеймер, зачем в турнир за 100 баксов играть? Ну а зачем играть Талладдер вообще? Ты же и так чемпион, что и так всех обоссышь, как овердос там всем, да? Так что ли? Ты играешь, получаешь опыт, ты играешь в турнир, ты играешь за приз. Это совершенно разная психология, ладдер или турнир играть вообще. Поэтому нужно играть, тем более, что это лишняя практика. А корейцы это как никто другой понимают. Тем более, шансы еженедельно в турнирах много, что ли. 100 баксов это нигде не лишнее ни в какой стране, правильно? Там как бы тебе. Выиграл, 100 баксов получил. Не знаю, в Корее не бывал как бы. Даже в Европе и США, понятное дело, это деньги. У нас это еще более большие деньги. Я думаю, что в Корее тоже это более крупные деньги, чем в Европе, где-нибудь или в США. Так, налом на планетарку. Бьян стоит за планетаркой, отступает назад. Беллинги выдвигаются. Сплит, где дальше-то сплит? Марики отступают. Но не все отступили. Планетарка, конечно, держится. Вычиниваются КСМки. Осталось туретка. Су уходит новый вопрос. Потому что вот здесь как-то, Бьян, казалось, вот сюда группа отошла. Надо было за планетарку забегать. Мне показалось, Бьян что-то стоял, в итоге там мариков многовато в том направлении отдал. Блин, как я рад, что такие игры мы смотрим из игры, ребят. Очень я рад. Спасибо Варде. Надо будет с ним тоже что-нибудь, как бы я ему писал, что что-нибудь там, может, призовой найдем, что-нибудь организуем, короче. Надо для Европы какой-то такой турик бы организовать, хотя бы несколько раз бы. Вот. Было бы неплохо, как мне кажется. Чтобы наши поиграли, пацаны тоже. Ну, нужен какой-то централизованный, да, чтобы Варде хотя бы, там, 100 баксов подкидывать ему, например, да, как бы еще-то делать. Вместе с ним. Что самое удивительное, Бьян пытается давить, и 75 боевого на 100 в пользу, конечно, Зерга, но 75 на 100, это очень близкие цифры. Вот уже на 90, 74, ребят, первый ультрал выходит, он сразу уничтожен, он мягенький, потому что я уже об этом говорил, а мягенький ультрал, это тот ультрал, которого и марики распиливают. Неплохо муталиски летят, какие демеджные медиваки, марики дропаются. Мутка подставилась, часть мутки, но часть все-таки погибает. Ну, вот СГ в Корею, а что, у СГ каждый год в Корее было, что ли? Ты почитай, где они были, может, ты про то, на которое ездил, увидишь. СГ вообще в разных странах проводилось, но в Корее больше одного раза. Начинается кайтинг, ну, только 3-3 Бьяна сейчас спасает, но уже не спасет, ребятки, слишком мало его лимита боевого остается. Лечения нет, тут ССФ перелетает очередная, блин, СУ тут втащится сейчас очень-очень скоро. Лебьян сольется, ГГ, ждем следующую игру. Ребят, помните, чтобы как можно больше этих крутых игр смотреть, поддерживайте меня и мой канал, ребята. Включайте отблоки по реквизитам в описании через плеер, поддерживайте, что такое. Включайте отблоки по реквизитам в описании. Так, у Варя опять что-то случилось. Звонок из Москвы, смотрю, номер московский, код типа 495. Девушка такая, алло, там что-то компания, там, там, тренд софт или что-то. Можно услышать у вашего руководителя? Я говорю, что, не туда попали, надо, наверное, было сказать. Я руководитель. Руководитель помя на связи. Я ваш дом труба шатал. Где мои деньги? Что-нибудь в этом роде. Второй вопрос, чтобы очки ОЦС поинт игроки получали? С организаторами ОЦС турнира нужно договориться. Что-то фишка в Тарике. Если рабочий убираешь в конках демона, договориться можно. Зачем эти ОЦС поинты нужны, как бы? ОЦС поинты, это, ну, турнир, вот недавно этот ОЦС проходил финальный. Нужно делать, естественно, на Европе нужно делать какие-то отдельные финалы месяца. Не знаю, какие, как бы, ну, свои какие-то. Если же есть желание для финала сезона хотя бы, там, не знаю, побольше призового находить и запиливать. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так ФП отсутствует. Новая королева создана. Войска Роя атакованы. Войска Роя атакованы. Войска Роя атакованы. Все, ребят, вернулся к вам. Так, третий ХТС. Все добывается, все качается. Здесь цеха только достраивается. Нифига себе. Гэти бьяна. Интересно. Так, лаба. Лаба на бараке все-таки. Кстати, здесь бы, на самом деле, Хэлбат Пуш зашел бы вообще... Пять девятьсот тридцать ка смотрел бы. Но я тоже на пять девятьсот тридцать видел, что он как бы не вот этот, который пять девятьсот, что-то там икста, короче, там какой-то вот последний, который вообще космос стоит какой-то, но все-таки получше. Ну, там сейчас же обещали АМДшники какие-то выйдут здоровые или впродцы, там еще что-то обещали. Может, типа, подешевле будет. Может, АМДшные, ничего там будет. Так, загружаются гелики. Рисовер прямо сразу палит. Все вообще. Надо разгружаться. Да чтоб кидать, наверное, что-то организовывать тоже, блин. То есть, на самом деле так, ну, понятно, что многие люди могут, а в какой-то месяц не смогут. Это же не очень. Нужно какой-то создать фонд такой, чтобы уже там было, допустим, баксов 500, да, как бы, напилить уже там три турнира, например, как бы, а потом уже чтоб пополнялся и дальше смотреть. Ну, посмотрим. Посмотрим, короче, что там как будет. Так, ну, по пять рабочих Бьянжок, но парабам-то ЗР плюсик все равно. Викинг тут, правда, оверов шатает. Как он их шатает жестко сейчас? Вот здесь вот этот еще халявная цель. Бьян, кстати, вспомнил, он видел этого овера на перехват. Идет Викинг. Вообще жестко зашатал. Он здесь королева затрансьюзит, скорее всего. Он уже подлетел практически сюда. Су, ты будешь трансьюзить? Ему мог же затрансьюзить. Вот, пошел трансьюз. Да, смотрите. Ну, хоть то энергию выманет зато Бьян здесь. Два трансьюза минус 100 энергии королевам. Тоже может зарешать вообще. Идет Викинг. 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 Я не знаю, где там что АМД будут. Посмотрим. короче рассуждать были в деньги уже так можно было бы что-нибудь рассуждать сейчас пока нечего рассуждать буду стримить больше будут наверно как бы тем более сейчас да керыч верно говорит сейчас доллар хоть подупал ниже 60 наш такой ниже 60 вообще ну был 65 там на 5 рублей упал тоже смешно спам до 50 хотя упал еще ладно как будто хоть какое-то влияние оказала вода там на цену на цену нигде не пропадал я 500 тысяч миллионов раз говорил и говорил в очередной что те кто на твиче держите в закладке мой главный канал вот и все потому что уже неделя шли стримы но твиче я не врубал потому что это были ли стримы нэйшн варов турниров по первому starcraft у села джесса его такие турниры на твиче я не врубаю чтобы канал не забанили вот а так стримы были все дни практически пусть не долгие но были блин один криптумор остался пока бьян на муви ходил и чё теперь один скан лишний кидать нет конечно не надо никаких лишних сканов кидать а этот криптумор назад все запилил крип восстановился весь удачи гривна упала ты просто давно не тащил понимаешь как бы dreamhack of вливания в бюджет нету валюты как бы ничего там нет надо просто втаскивать до blizzcon и все дела так опять мутка вылетает халбатов пожог все здесь пожог в итоге блин это минус 2 медивака бьяну очередных буст надо врубить не врубает короче бьян ничего не делает скопление минералов выработано завязывайте всякие такие темы дегенератские в чат писать выпиливать надолго не буду войска атакованы еще одного эксперта выпиливаю сразу же так ну этот раз бьяна хоть 170 лимита он начал делать грейды на технику да неужели и он торчика делает возвращается как говорят как говорится до спирали времени вернулась к ходу так кажется просто на секундочку заметил там вот эти медиваки у нас су бьяна идет вперед в итоге что мы имеем у бьяна 2 2 чуть раньше чем у су кстати вот как раз су напал как у бьяна 2 2 доделалась блин ну су просто король сейчас вы видели как минки ударили по своим же юнитом просто потому что грамотно подставленные оверсиры чертовы они выманили залп минок по своим же юнитом 160 на 114 минус бьян похоже это ребят неужели и здесь дэмоджа много этот дроп не нанесет на самом деле или еще не минус да нет уже минус здесь ничего не сделать к сожалению про прироста нет марики приходят но это все двойной друг блин как царский сейчас с оверсирами су просто унизил бьяна своими же минками просто своими же минками реально ваискаро я пока курина ГГ, ребята, бьяна больше не будет в этом турнире, зато будут другие красавцы, типа Су. Так, Hero Hard, Life Creator, Patience, BL, Bunny Jug, GTVT снизу идет. Вот. Так, элайв что-то там ждет Против креатора бьет Блин, не успел я Блин, не успел я к элайву Блин, не успел я А где против, бани будет сейчас биться Ну что, ТВТ. И потом мы ворвёмся куда-то, я не знаю, куда я бы хотел посмотреть пару Хира против, вы видите, Лайва Креэйтора, конечно. Фэйшнс Биал тоже интересная пара, но ворвались туда, где сейчас прямо игра. И я не знаю, какой здесь счёт вообще. Если кто-то видел, что в лобе кто-то там что-то писал, то можете мне сказать, потому что я лично ничего не обратил внимания. ТВТ. 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 0-0 здесь, отлично, что 0-0? Значит, посмотрим пару игр. Возвращается Банни домой КСМ. Здесь Джагджи рипером залетел, но не поднимается наверх, и действительно, Банни тут ждет его. Здесь можно было бы запрыгнуть, но назад уже не уйти будет просто с этого мейна. Старпорт мимо лавы садится, это даже видно, Банни ошибся. И назад пока не сядешь, говорит Риттер. Пострелянушка, ну секунд на 10 задержал, конечно, надо пользоваться такими моментами, здесь рабов еще покидал немножечко. Баншайн вис поперли, Минка Марики здесь, здесь Старпорт более поздний у Джагджи, но у него тут и цеха есть, как вы видите. Толстовка. Толстовка, толстовка старенькая уже, вот она, такая уже. Ну я в ней обычно на брусьях хожу еще куда-нибудь. Раньше ходил, до ночи не ходил, пора начинать, скоро будет, хоть и пристань немножечко. Так, туреточка пошла на мейне на второй, Викинг. Здоровая соус. Откуда я знаю, кто на спаде? Надо смотреть какие-то крупные турниры, как будут просто, тот самый топовый состав. Все сейчас что-то могут. И дзерги там что-то выигрывают, и тираны, и протасы как бы. Вот сейчас посмотрим, как ГСЛ, например, пройдет, это ближайшее, будет видно. На ОЦС ждать ГСЛ, и будем смотреть, что в Корее, что вне Корее. Летит Банша вперед от бани. Джагжи готов. Здесь турец, комарики, здесь викинг есть, как бы, ну тут ничего не сделать вообще. Здесь Банша летает, ничего не подрезало тоже. Все идеально у Джагжи, прикрыто. На 10 рабочих он в плюсе. У него стимпак заказан, а здесь что в бани? Здесь даже еще не стимонит. Пока вот если Баншин еще не сделают, конечно, здесь так все ситуации, я вам скажу, будут у бани. Попытка выпилить танк идет. Нет, танк здесь не выпилить. Зато еще КСМ-ку одну забирает у нас в бани. Получается. Парабам, срок, 9 разница. 9 это серьезная разница. Здесь два танка Марик и Банша, все это летит вперед. Боевой лимит близок. Боевой лимит близок, но... Так, минка поперла. Минус минка. На заметите вернуться викингами назад срочно. Танк нужно сиджить. Куда, кстати, его будет сиджить, я что-то не понимаю. Здесь бараки таким образом стоят, что вот с лоу граунда можно просто весь продакшн практически убить. Так, танк сиджится. Е-мое, циклон на халяву подрезал просто танк сейчас один. Второй тут зато набомбил жестко. Танчик смещается вот сюда. Будут бараки простреливать сейчас легко достаточно у нас получается бани. Джагжи нужно бы не викингов сейчас, а медиваков построить бы. Чтобы Марик и Каосим будет готов, чтобы можно было стимануться как бы и ворваться резко вперед. И, кстати говоря, это и собирается сейчас сделать бани. Джагжи, простите. Стим через пять секунд будет готов. Пошла атака. Три секунды до стима. Сверху танк заходит, снизу танки заходят. Даже без стима тут забирает все у нас получается. Джагжи одного викинга еще не даст ему уйти одному викингу. Медивака два строится. Здесь викинг взлетел. Надо убивать, шатать, лететь. Так, на стиме. Хорош, Джагжи. Пытается пойти. Куда ты бежишь-то, е-мое, на перерез надо было двигаться. На перерез не получилось как-то. Но, но, если я сам не поставил крикингу, то что там? Эх, да. Вы ускорили? Сколько на брусях могу отжаться? ВСЕПЛЯНИ Блэн, на одной руке как бы, на одном бруське по 1000 раз кранк! каждую, а вес на 2, то пока стримить не нужно будет, а другую. Ну, иногда поспать тоже надо. Короче, всё время будут лобовы сдавать одни и те же. Так, сканмарики зашли, как Банни сейчас зашёл огрёб, и в это время Жакжи минусует Банни на второй базе, 101.79, ГГ, пишем, выпоем, ребятки. Чё, тут Жакжи топовый, топовый, я вам скажу так. Так, и Лайв там всё ещё играют они. Банни Жакжи победитель с Бьялом будет играть. Ну, и, кстати, Хису против победителей полуфиналом стопудово посмотрим, как бы, поэтому. Прыгаю к Жакжику. Редактор субтитров А.Семкин Х τον Л 씨 бьет. Банни ССивает. Редактор субтитров А.Семкин- 앉ли, listen т Prest, Ну что, 1-0 джаджи, вторая игра. Мёртвый бани на гс левака с первого места из группы вышел. Посмотрим, как джаджи там отыграет. Ну чё-то джаджи бомбит бани сейчас. Сколько раз ты можешь отжаться? Все? Это что-то из Чака Норица, по-моему. ШСМ готов. ШСМ готов. ШСМ готов. Улучшение завершено. Так. Не понял, Аферыч, какие 15 я уже что-то нить разговора потерял. Не понял. Часов 15 я буду тут. Часов 15 или что 15-то? Сейчас уже 16.06 по Москве вроде. Здесь я буду достримлю этот турик, как бы я буду закругляться, потому что вечером... Хотя не, вечером поздно сегодня, а там в 9 буду. Все равно я сделаю паузу. Возможно, потом что-нибудь постримлю в пенчик, да, как бы после 6 часов. Вот. А пока там тормознусь. Уpart. Ага. Так, ну тут Жагли что-то отдавался уже на циклонах. Человек-норис бледнеет, как на брусьях сжимаюсь. Не, ну как бы не настолько жестко все. Бледнеет, как Глеб Жеглов предъявляет просто Чаку-норису, чтобы кто-то не барагозил. Это да. Вычинивается циклон. ... ... ... А, 15 января? 12 января веска начинается. Я там в ночь буду стримить и в день. 15 января что-то по первому StarCraft будет. Я буду стримить все, что как бы я и стримлю в принципе. То есть я буду по плану, по расписанию стримить турниры. Единственное, вечером, я не знаю как бы, ну 15 или не 15, вечером в какой-то день я там посижу с друзьями, может и все как бы. А так, что тут, как бы, пора начинать. Ну, пусть как бы, неделя просто января выкинута, стримов мало и т.д. ... 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 Тем не менее. Так, здесь Ревен соточка энергии, а у этого только 70. Сейчас Ревен Джагжа нормально здесь забомбит. Несколько СМ забрал Джагжа. Четыре вот это автотурелька плюс первая там пару мариков, по-моему, забрала. А что Ревен-то здесь ушел? Ушел, да, Ревен. У этого 85 энергии. Непонятно вообще, зачем он здесь летает. Так, Джагжа что-то там поубивал. Третья цеха есть. И за счет как раз-таки третьей цеха, Джагжа может и вперед вырваться. Циклон тут Гелиону объясняет, что он циклон. А он Гелион. Циклон вообще всем объясняет. У тиранов по земле циклону только Тор, наверное, разберет. Потому что танка циклон в хлам разберет, я так думаю, судя по ДПСу. 50 ДПС по танку. А, у танка армор 40 по танку получается. У танка там меньше. Считали мы. Вот он танк. Есть сколько у него? 0,74. Варенируем 25, да. Даже 25, да, там 0,74. 74 процента. Остается 26 получается, да. Ну, даже будем, грубо говоря, треть, если дэмэджа накинуть, то это будет 30 с лишним, да, как бы. А тут 40. И ХП больше у циклона при этом. Вот, накинуть надо, да, там? Примерно. Так, выход от бани идет. Что тут Джагжи? Джагжи сидит, ждет выхода этого. У бани щиты делаются, у Джагжи щиты делаются. У бани щиты очень много танков. Я так обратил внимание сейчас. По воздуху кто дуэль выиграет? По воздуху выиграет дуэль Джагжи. Это очень важный момент, на самом деле, сейчас такой ключевой, я бы сказал. Дропчик заходит на мейн. Маленький стименсов это время выигрывает момент, время в бани и умудряется 6 танков к Джагжи на мейн перевести. 6, простите, 4. Каких 6? 4 засчитался я считал. Да вот что-то. 4 танка это большой дэмэдж, ребята. Это очень большой дэмэдж. Танки начинают просто жестко мейн прессовать. Надо сажать викингу в ход танки. Садятся викинги, мальчики вперед поломились. Танчики падают. Раз, два, упали. По лимиту близкая ситуация. Здесь еще какой-то на вторую дроп был. В это время Джагжи поймал несколько юнитов. Так, нет, я не едил в турнир 2 на 2. Ну, мне никто не предупреждал про 2 на 2. Там ничего не просил стримить. Как бы, если бы я заранее... Ну, я вчера хотел зайти к другу, который, ну, на югах работает и опять уедет, как бы, он завтра, поэтому, ну... А я все праздники обещал зайти, так и не зашел. Ну, как бы, я зашел к нему вчера. Надо отдыхать иногда. В общем-то, что тут говорить. Так, ну, Джагжи тут ожил немножечко боевого лимита. Ну, как ожил? У Джагжи больше боевого, но в целом, в целом лимит больше у Бани значительно. Джагжи нужно как можно быстрее двигаться вперед сейчас. Он как-то медленно развивает свой успех, если честно. Ну, из 4 медивака можно было бы дропнуться, например. Так, здесь Рэйвен прилетел, Рэйвен улетел. Нахрен ставить сюда автотурель? Какой-то стопорной вообще тут Джагжи. Ему можно было автотурели под танки поставить сюда и просто разобрать, к примеру, Бани. А Джагжи зачем-то поставил вообще автотурели просто так. Ну, вот в итоге Джагжи и так, и так разбирает. Обратите внимание, он просто громит здесь Бани. Что самое интересное. Танчиками ничего не прикрывает. Да куда ты полез-то, моряки отдельно, танки отдельно. Что за чушь, Джагжи? Ты дело ешь. Моряки вернулись, танки здесь, короче, Бани убирают Джагжи. Ну, так, по боевому Бани все еще меньше лимита, чем Джагжи. Ну, парабам, больше. А вот в итоге-то и боевого столько что. Ну, как можно такую ситуацию... Вот ты переворачиваешь игру из полной задницы, танки здесь стоят, он ломится мариками сюда. Да нахер ты туда ломишься-то. Пересечь же их сюда, дерись вместе этими двумя компонентами вообще. И ты разберешь. Нету. Ой, какая встреча. Раньше начинает Бани дропаться, Джагжи тормозит. Это провал, это минус Джагжи, ребят, это 1-1. Вот пример того, как внимание в Старкрафте решает, например. Так, угулай, вот он с кредитором, дикая зарубовка, это я смотрю. Может быть, успеем мы еще нахера против победителя Лайва Крейтера. Или лайв уже бьется с хера, просто результат не обновлен. Возможно, кстати. Так. Так. Продолжаем. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Так, линги без мула, Глеба адептом еще не готова, королеву атакуют, трансьюзит королеву, сейчас тут еще один оверчаж пошел, но от одного еще, вот нахрен здесь Нидус был бы по центру, Крип бы вот как раз досюда был бы, мог бы спокойно прессовать, что хочет вообще сейчас. Так, адепт на треть телепортируется, зачем они на треть телепортируются, так и не понял, чтобы драться эффективнее, фениксы плюс адепты начинается замес, адепты врываются в гидру, фениксы поднимают королев, гидра сейчас будет просто размолочена, хотя адепты без Глеб, но даже без Глеба адепты слишком эффективны против лайт юнитов, но нет, смотрите, смотрите, гидра новая подходит, Адепты все уничтожены, офигеть, а я говорю, адепты сейчас гидру взорвут, но я не учел момент, что Глеб нет, конечно, с Глебом и адепты там вообще разорвали бы, без Глеба вы видите, что вышло в итоге Субтитры взорвала бы, без Глеба, без Глеба, без Глеба, без Глеба, без Глеба. Продолжение следует... 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 великолепно. Я уверен, что он до готовности Роучи ударит. Трансформировать надо. Гелионов, Холбатов. Майрики выпиливают оверу номер один. Кстати, из-за этого и Роучи будет заказано меньше, чем хотелось бы на самом деле Зергу, я уверен. Лингис, Мункаш, королевы подставляются. Холбаты грызут просто Роучи 6 штук. Заказ надо королев разобрать до готовности Роучи вообще. Одна королева падает. Холбатов, Джагджи законтрали. Сейчас Роучи вопрос. Видит Джагджи Нидус? Видит Нидус? Конечно. Нужно строить срочно... Нужно срочно строить Либераторов и оставлять дома их этих Либераторов. Ну, похоже, что уже Джагджи неплохо очень исполняет, ребята. И я не вижу успеха здесь для Нидуса к будущему, ближайшему. Плюс надо... Так, здесь Рипер шатает дальнюю базу. Но дрона всего две штучки погибло. Либератор танк заказан. Если Нидус сейчас прям будет филен, может Джагджи и не отбиться. Попер Нидус на вторую базу. Джагджи его не видит. Вот только сейчас он его заметит. Либератор и танчик нужно раскладывать именно сюда. КСМки со второй базы нужно уводить как можно быстрее. Вот один Либератор прилетает. Раскладывай же ты скорее... Какой же Джагджи слоупочный, как он медленно раскладывает эти Либераторов, блин. Так, КСМки вообще не все здесь вышли даже. Танчик сиджится. Надо увезти КСМок со второй базы. Чего он не всех увел-то, я не понимаю. Ну, чё за бред? Почему не взять всех рабочих просто не увезти сейчас будет? Роучий минус. Похоже, что Джагджи 1-0 в этой игре будет уже. Я думаю, что Нидус не зашёл. Чё сегодня за день Нидуса какой-то вообще? Блин. Через обус, конечно. Так, два Холбата, два Либератора залетают сейчас, ребят. Либераторы раскладывают. Спорка не даст, правда, здесь зажигать им, Либератором, я имею ввиду. Нужно отвезти Либератора. Пл-баты нажигают там. Шпиль заказан, смотрите. Шпиль заказан у Бьяла. Нужно увезти сейчас. Сиджагджи хочет тут Либераторами-то повыпиливать прямо так, а? Да спорка же здесь есть. Ему куда-то всё ими летит, что-то не понимаю. А Медивак где, кстати, погиб? Погиб Медивак каким-то образом, даже не понял, каким он образом-то погиб там. Кстати, ещё Королеву подрезал, ещё там Рабочего даже подрезал Джагджи, что-то самое удивительное. Там третья хат, здесь третья ццеха прямо снизу ставится. Стим делается, скоро будет готов. 1-1 сейчас Джагджи закажет в ближайшее время. Здесь все оверы рядом были выпилены. И в итоге Энидуста нечем напилить. Всё равно оверсир залетает. Тут Марика много, Марики могут поймать. Я его сейчас попробую. Кто это такой? Кто это такой пришёл? Соскучился, что ли? Лежал, лежал, и зато упало лежать. Братан ты мой, шерстиганский. Шерстиганский ты, братан. Извини, больно тебе сделал. Соскучился, что ли? Соскучился, что ли? Соскучился, что ли? Ну ладно, ты же братан. Всё нормально. Скоро мало. Я пойду с тобой выйду. Понял? Да я уже, походу, скоро закончу, ребят. Потому что это полуфинал, впереди финал. Ну часочек ещё, наверное, стрим пойдёт, наверное. А может быть и больше. Даже потому что это только первая игра полуфинала. Ведь впереди ещё Бо-5. И непонятно, какой-то Бо-5 будет. Как не помять, как не потрепать этого ГАСа. Как это не потрепать этого ГАСа, когда он тут сидит. ГАС тут сидит. Усатый сон шерстяной, сон усатый шерстяной. Иди на окно, Чарлик, пока. Так, ну тут мутка летает, я не понял. Вот Джаг же умудрился сейчас игру затянуть, не добить просто в начале своего оппонента. И сейчас Зерк просто намазится, там покатушек наделает всяких. Как с ним биться по итогу, я даже не знаю. Сейчас слинги начнут, забегание всякие. И будет тяжко, мутка прилетает. И будет тяжко, мутка, 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 мутка. Так, здесь выход пошел. Ну выход серьезный, Джаг же больше боевого лимита. Ну парабам вровень, да боевой Близзард как-то. Так, здесь контр забегание. Туретки Джаг же не чинит. КСМ их уводит крайне медленно. Здесь бейлингов много. У Джаг же три танка, две минки всего лишь. Ты Джаг же очень медленно прессует. Третью ЦЦ в хуйму сгрызли. Просто отдает Джаг же игру. Просто берет и отдает. Так, в это время дроб там на дальнюю базу мариками идет. Ну боевого Джаг же пока больше. 1-1 грейд из положительных моментов. Ну так, там что-то было выбито. Ну четвертую хату Джаг же, да, может и запрессует. А толку от этой четвертой хаты вообще. Джаг же нужно просто убивать. Сейчас бьяло просто идти и все. Нужно танчик дальше вести, агрить. Ну кстати, еще пока не проигрыш. Если Джаг же сможет расконтролить основной замес сейчас, то вполне вероятно, что нормально будет все у Джаг же. Вот он стимится и идет вперед. Но что-то тут бейлингов настолько много, что я боюсь, что тяжеловато. Джаг же будет расконтролить основной замес. Минка сейчас залп сделает по лингам. По всему танчику один остался. 125-126 по лимиту. Прирост гигантским количеством идет сюда юнит просто. Минки перекапываются, танчик пересидживается. Джаг же продолжает давление. Фугаса на мародеры не забыто сделан. Так, ну мутки много. Мутку очень сильно помогает. Так, танк там бейлингов предупреждает сейчас залпом, что не надо так наглеть. Короче, Джаг же давит, газ здесь падает. Чарлику 5 лет. Сейчас половина скоро будет, кстати говоря. Средних лет. Сам расцветий сил, братан. Так, продолжается давление мариков. Много бейлинги остались у зерга. Мутка падает. 119 по лимиту пока вровень идут. Но это для Джаг же хорошо, я бы сказал. Так, минус очередной муталиск. Минка жахнула. Тут хотелось бы, чтобы минки у бейлингов бы хорошо жахали. Все, бейлингов не остается. Надо зажимать в угол зерга сейчас. Так, еще бейлинги заходят. Мутка подставляется. Мутка отдается. Джаг же прессует здесь. Очень жестко прессует. Минки кулдаунятся. Минки, значит, жахну. Еще раз. СССР новое. А, установлено СССР, кстати. Не орбиталка, это правда. Танчик подставляется. Ближе к хате подходит танк, в общем-то. В итоге танк прикрывает здесь нормально своих юнитов. Мариков. Минки по бейлингам стреляют. Это туда, куда должны они, в принципе, стрелять. Вот еще на стиме, кстати, джаг же успевает все подводить. Прямо с мейна стимпатчет. Молодец. Контроль демонстрирует. Хороший. Хороший. Что-то беял. Что-то пытается. На 53-24 по элементу. Капают саминки. 1-1. У Зерга 2-1. Грэйды доделались. Это второй армор лингов. Спасает очень сильно. Сейчас бьяло. Но джаг же просто нужно бейлингов укусить в этой ситуации, что он и делает, собственно говоря. Но на крип далеко залез. Так. Увести мариков. Нужно по 10 мариков в продакшн. Медиваки все новое и новое строятся. Хата-то демедженная какая. То есть просто иди вперед и принимай бой. Заставляй Зерга размениваться. Но это тяжело делать. Очень тяжело. Контроль тяжелый против бейнов. Армора там 2. Пытается бьяло выманить залп от этой минки. Биу здесь реально много. Бейлингов 4-5 штук. Вот этих не перевернул. Здесь ничего. Так. Симпальчится джагжик. Принимает бой. Залп минка делает. Марики разгружает. Загружает. Позиция была хорошая. Фронт очень неплохой был. Еще один бейлинг с фукушен. Муталиски падают. Все-таки джагж задавил. Интересная игра получилась. Очень интересная такая. А самое главное напряжение, давление. Да, какое. То есть казалось, что джагжи уже отпустил мне в какой-то момент показалось. Но джагжи молодец, дожал все-таки. Дожал джагжик. О, кстати, сделали, что можно еще раз озвучить сообщение о донате, о премиумах. Прикольно. Если можно второй раз прожать, как бы, и тогда... Если первый раз схавал, тогда да. Продолжение следует... Ну что, я джагжа джагжа. Так, 1-0 джагжи. Погнали. Привет, король горный. Что-то ты в твич перебрался. Из гор. Плохой признак. Продолжение следует... Так, ну тут 2 барака, это риперы стопроцентные. Но 2 будет, это или 3 барака риперов. Вопрос. Зачастую многие делают с 2 бараков риперов, чтобы ЦСХ пораньше была. Ну просто, то есть задача не убить, а задержать третью хату зерг. 3 барака риперов. Все-таки 3 барака. Все-таки 3 барак. Все-таки 3 барака. 4 барака. Ребят. Ребят. Все-таки 4 барак. Ребят. 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 Так, ну третий рифер сюда летит. Так, ну короче цеха у Джагжи в это время пошла, забегание лингами, поэтому и нельзя контакт терять на самом деле с зергом, чтобы такой хрень не происходило. Сейчас вот этот рипер, например, может быть пойман. Вот они линги встали, пожалуйста. Вот минус рипер сразу. В тылу собаки есть. Здесь надо аккуратнее быть. Вот еще один рипер летит. Куда Джагжи летит, я не понимаю так. Давайте на ксилнагу еще риперами болеть. Ну хотя бы на ксилнагу можно было вылезти, потому что на ксилнаге вижн есть, да, получается. И остался Джагжи на ксилнаге стоять. Здесь рипера на хг, часть другого направления. Здесь нужно переходить. И посмотрите, вот в чем минус этого всего. Чтобы стенка осталась, здесь бараки должны быть именно вот в этом направлении. И получается вот ценнейшее здание, лаба, лаба, она снаружи. То есть если где-то Джагжи здесь ошибется в контроле, просто линги отменят все ключевые грейды. И это будет что? Это будет полное провалище вообще для тирана. Так, линги летят на хг. Нормально, Джагжи встречаетесь. Группа тоже лингов есть. Джагжи пытается поймать. Одного рипера оставляет там на ксилнаге. Отступает назад сейчас Су. Фрусу бьял, простись. Су уже выиграла панец своего Си Джихира. Он в финале уже ждет, получается. Здесь третья цеха достраивается. И две инженерки делаются, да. Ну, армор раньше, армор раньше. Так, реперцы залетают. На ксилнаге здесь не... Ой, с двух сторон линги пытаются зайти сюда. Джагжи теряет всех реперов. Гранат кидай. Кидай, гранат есть что-то, гренки? Греночки есть, как же лингов бомбить жестко, а? Грену кидай, грену не кинул, короче, линги. А вот эти взорвались бы все, вот кроме двух линги на самом деле. Ну, хоть разменялся Джагжи и то хорошо, но на самом деле бездарно исполненные рипера. Я бы сказал так. Потому что, ну, они ничего не сделали, во-первых. Во-вторых, еще все и отдались. Если бы они были бы сейчас к симпаку в выходе, они бы, ну, с гранатки, плюс ДПС, плюс с медилаками они лечатся, как бы. Они бы нормально помогли бы, но их не будет. Никто им не помог. Так. Гайдис здесь настолько поздний факт, что я чуть не понимаю. Ищу Старпорт даже не заказан. А ЦЦеха уже вперед едет. Куда так Джагжи спешит, ты не понимаю? Игру проиграть так он спешит? Аверочек минус. Аверочек минус. Лингов мариками гоняет Джагжи. Здесь линги на третьей базе. Ну, они уйдут, эти линги. Как бы их тяжело догнать. Они слишком быстрые. Здесь стеночку какую-то Джагжи запилили. Зачем ему здесь стеночка? А, ну, чтобы забегая не было, потому что центральную базу он взял. И Ксилнагу просто не контролит. То есть Су стоит и видит все абсолютно, что ему нужно увидеть. Зажали лингов, зажали в итоге марики. Щиты доделаются. Первые два митивака заказаны. Армори пошло 1-1 грейдеску. Скоро будут готовы. Вот эта ЦЦешечка, она здесь обязательно надо бункер ставить. Потому что здесь можно забежать только вот с этого направления, да, получается. Если здесь все прикрыто, да, вот на второй базе. Здесь обычно все прикрыто. На эту же ЦЦеху можно забежать. Отсюда, сверху, через этот проход, через центр, с этой рампы. Ну, камни пробить. Ладно, отсюда можно забежать. То есть миллион вариантов. 109-115. Блин, здесь линги забегают. Симпатится. Джагжи видит все. Что мешает ему бункеру здесь пилить? И уже просто не париться с депошками. Бункер с двумя мариками – это на самом деле сила. Так, здесь двойной дроп встречает очень неплохо. Въял. Джагжи вынужден уступить. Бункер как не был заказан, так и не заказан. Здесь зато застимпатчил марик. Очень неплохо. Все принял. Прогнал. В это время сбривает крип от Джагжи некоторое количество. Можно просканить. Еще здесь сбрить крип. Ну, то ли скана нет, то ли Джагжи. Пусть не хочет выбить его пока. Здесь надо подняться, загрузиться, улететь. Здесь, кстати, подошли еще марики. Марики. Можно попытаться прессануть. Мутка первая. Только мутка появляется сейчас. Она летит, кстати, к Джагжи на мэй, где у него есть туретка. Вот. Всем тиранам урок, на самом деле. А то многие не любят ставить. Даже такое количество мутки эта туретка выиграет ключевое время. Она не будет сразу… Мутка не будет сразу рабочих убивать. Туретку можно вычинить. Вот уже муталик задемажен, как вы видите. У мариков есть время подойти. А даже если б не было время у мариков подойти, можно было бы… Так. Марики отменяются. Туретку отменяются. Еще марик подбежал. Нужно аккуратнее быть. Здесь можно муту словить. Она вот… Хотя здесь далеко она где-то летает. Здесь был ингелинге какой-то дробчик. Здесь был уничтожен этот дробчик легко. Так. Что-то марики пошли на четвертую. Мутку пытаются перехватить, судя по всему, Джагжа. Надо 2-2 Джагжа ждать, да? Туретку можно было бы еще одну здесь напилить, на самом деле. Здесь наконец-то бункер появился. Вот она мутка пролетает. Так. Сейчас Джагжа добегает. Сам зажмет себя здесь за бейлингами. Так. Бейны врываются. Минта жахнут. Марики отступают. Надо сплетануться здесь попытаться. И как бы убежать. Марики на стиме просто домой убегают. Ну это правильное решение. Со стороны Джагжа он мог бы проиграть. Иначе прям эту игру здесь и сейчас. Тем более 2-2. Скоро доделается. Минта падает. Пока еще она даже не перезарядилась. Туретчику еще одну Джагжу ставит. Абсолютно верно. Иди вон отсюда. Чарлик. Ну выходи. Че ты там встал? Че рычит на меня? Он залезет под ноги вечно. Барбадос ты че? Три-три. Джагжа делает. Плюс три барака. Увеличивает продакшн. Сейчас тиран. Курейский. Вот так. Неплохо тут. Лингов встречает. Что-то по всем направлениям Джагжа клингов ловит. На 20 лимита он проседает. А 4-й ЦЦехе нужно бы Джагжа подумать. А он что-то ну вот не спешит ее заказать. Да здесь даже можно прямо вот здесь вот ее заказать. Только вот нужно с муталисками что-то делать. 4 либератора есть у Джагжа. Либераторка ж хорошо. Это сплэш. Но они сейчас, вы видите, какой у него ущербный дэмош. Наносит помутки. Даже 4 либератора крайне мало дэмэджа наносит. И Джагжи просто их сливает не контролю. Ну что за ошибки-то тупорылые блин. Старкорд еще один где-то пошел. Где он строится вообще? На третьей базе там вдали. Да, похоже здесь Джагжи будет тяжело выглядеть. 200 в 160 уже в пользу бьяла. Да, да. Старкорд чуть с реактора улетел обратно на реактор. Ну 3-3 может быть Джагжи поможет. Грейды, конечно, помогут. Ему бы 200 сейчас. Потому что, смотрите, боевого у него даже больше стало. Но до 200 ему еще далековато на самом деле. Так. Видит Бэйнов. Здесь Джагжи отступает от Бэйнов. Небольшой сплитик пошел. Там Бэйлинг-бомб что ли было? Я чуть не понял. Да вроде не было Бэйлинг-бомбы. Мутка там залетает. Здесь уже Караптер есть. И хайп есть. Медивар прямо через Караптеров летит. Сплит отсутствует. Минус Джагжи. Ребят, это 1-1 скорее всего. Сейчас 3-3 отменит Джагжи. Убияло это вообще будет. Ой, минус атака. Нет, все, гг. Это единственная надежда была. 3-3 вот эти. И отменил еще атаку, а не армор. Самое главное. Еще и мутками здесь Мариков налыпилил. Джагжи хоть армор прикрыл. О, что хорошо. О, что хорошо. 3-3 СУ делает уже Фу, биялка они, простите Вторая атака на мутку доделывается Можно армор шпиле заказать на самом деле Либо третью атаку сделать, к примеру Майрик и Минка сейчас прямо через мутку полетит Жажа так стабилизировал и пытается здесь Что-то отбиться как-то Плюс 3 туречки пошло Газ, Сата, отбиял Влетает Либератор, за залп его просто Уничтожает, биял, двумя-то атаками Муф, конечно, очень больно бьет Субтитры сделал DimaTorzok Так, 165, 185 Короче, начинается сидение здесь какое-то Ультралис Кевер здесь Убияло уже При размене он сможет просто 200 Зажав там UZ заказать Ультралолингов очень много Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто жесть какая-то... Старфорд минус просто сейчас будет... Так, здесь Гасты приходят... Гасты убивают Лингов и Беллингов... Старфорд терять не... Не обязательно было совсем... Притягиваются Либераторы на Караптеров... Линга Беллинга заходит... Здесь от Биала врывается вперёд... Гасты, понимаете, они против ультры Караптеров... Грудов эффективных... Когда нету Био, достаточно, чтобы это говно... Вот это всё Беллингов, Лингов снять... Гасты тоже становятся бесполезны... Да, они по Лингам хорошо атакуют... Но Ка Лингов просто гигантское количество... Они окружают... Убивают всё... И Беллинги при этом всё... Ещё заходят с флэшем очень жёстко... Ну что ж, ждём хост... Попёр хост... Беллинги при этом всё... Ну что же, у нас неаслим отрежусь... isn'tyor отрежусь... У Беллинга за properly... Во perseguى... У жё dém engines... fuckin в тюлинувшике с Cookпотом мы под której наней... Продолжение следует... 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 Но ситуация крайне печальная, я бы сказал. Будет уничтожена минка сейчас третью. А так вот Жакж. Смотрите, вот теперь Жакж просто, он будет стоять несколько минут, вообще ничего не делать. Зерк четвертую раскачает. Зерк будет делать все, что угодно сейчас. Почему? Потому что Жакж потерял все медиваки, всех либераторов, все потерял вообще он. Ну а что делать? Потерял, сиди восстанавливай. Плюс три барака делать, почему опасно тут на выходе они делают. Здесь бункер, минка, огрызок стенки ставить такой. Ну, у Жакж есть сопла, ему не надо пока депошечки, ему да, у него есть более важное. Направление, куда ресурсы вкладывать надо, это просто продакшен на мавиков и увеличение продакшен, бараки дополнительное. Это время мутка летит на третью базу. Там минка, причем бьял заметил, смотри, заметил чертяга минку. Это цеха подставляется, сейчас надо отогнать муталиску. Здесь бункер есть и туретка, ну там КСН какую-то срезал, сейчас убьял. Не знаю, зачем Жакж на золото летит, зачем ему золото, займи вот эту базу, как бы их сил на густую. Что здесь? Это золото и вот эта база никуда не денутся вообще. Тем более золото сейчас опасно занимать, здесь есть крип, вот. Ну, хотя Жакж и не знает, что тут крип есть, возможно. Но оно в любом случае, к XR губулиже это золото находится, чем та база вот дальняя, под мейном. Ее проще оборонять будет. С цеха подлетает, на то время дропчик. Один медивак, который бездарно сливается, ничего практически не убив. Здесь планетарка прошла, две туретки есть, третья строится. На рабов перевести, вот они. А, они дистанцмайнингом сейчас заняты эти рабочие. Так, минки перекапываются, в то время как Бьяло, у меня такое ощущение, хочет ударить на вторую базу. А тут только бью в итоге. Просто минное поле такое. Ё-моё, 12 минок. Не, ну тут вообще жесть. Особенно вот эти три четко закопаны, если мутка сюда залетать будет. Так, видят, джагридж, здесь мутка рядом. Леток, вот поперся-то, ё-моё. Полетел вниз. Муталисков достаточно, чтобы пошатать мейн-туретку уже. Вот, этого нужно, это нужно предвидеть всегда. Ведь ресурсы есть. Закажите туреток дополнительно здесь. Но очевидно, что зерк, нормальный зерк, он не будет всю игру стоять и просто летать. Рано или поздно появится крит-масса муталь, скоро без потерь будет туретку одну-две там пробивать и всё. Нужно всегда тирану на лейте помнить, что если он держит одно направление, другое, да и любой расе, то вообще любой расе, как бы это очевидно. Зерги от дропов, там каких-то призм и медиваков, процем от дропов всяких, там, фотоночки, там, оверчажи. То есть, нужно обезопасить стационарной обороной то направление, которое не прикрывается основной армией, основной, мобильной, на лейте. Иначе будет вот так вот, как у Джарпы сейчас происходит. На третий бункер есть. Бункер перестрахуют по-любому. Он тяжело будет справиться. Везде там биоджак же ходит. Ну, блин, она будет висеть здесь муткой и никуда не денется просто она отсюда. То есть, она будет спокойно там висеть. Сейчас, кстати, за счёт того, что... Фу. Блин, недостаточно рейнджа у маликов. Сюда пару либераторов привезти или пару викингов каких-нибудь хотя бы. Вот. Было бы хорошо. В это время готовят удар. Бьял. Минки залпанули. Так, два медивака тут спереди. Муталисков шатает, Джагджи. Ой, как он либераторами шатает. В это время на лом пошёл линго-бэлингами. Надо с темпач отойти. Муткой чудом вылетела краснющая. Но эта мута не жилец уже и не боец вообще. Этих муталисков всё. Их нужно регенить полгода. В итоге Джагджи просто ущербнейшим образом расконтроливает био. Сливает практически всё. И ему нужно строить новое био. Короче говоря, ущерб. Ужасно. Просто ужасно сейчас Джагджи законтролил. Минки, посмотрите. У тебя 12 минок. Накопал все здесь перед планетаркой. Здесь и так планетарка. Да перекопай ты часть сюда. Нет, все здесь. Было бы 10 штук 6 минок, вообще эти линго-бэлинги не зашли бы так. Боевого лимита Джагджи близко на самом деле к Бьялу. И всё шансы остаются. Но я всё больше и больше сомневаюсь в наличии этих шансов. Потому что 70 дронов там Бьял просто дико мастится. Вот, и судя по всему, мы будем ЗВЗ смотреть в финале. Ну и Бьял внимателен. Молодец. А теперь здесь минок. А теперь здесь все минки. Ну ё-моё. Ну ё-моё. Что ты делаешь? Что-то тут много стало. Сколько там мутались? 18 штук. Это реально много. А они с двумя атаками. Мута сейчас будет 2. Грейды 2. А 2-2 мута это опасно. Это страшно уже на самом деле. Так, ещё-то беготня идёт. Так, ещё-то беготня идёт. Так, 108, 168. Тут битва идёт. Джагжи, кстати, отбивается. Мутка сагрилась. На Мариков мутку-то как отдалась? 56-68 по лимиту. Вот у Джагжи появляется какой-то шанс здесь в этой игре. Смотрите-ка, он слился нахрен, короче, вообще Бьял здесь просто наглухо. Всеми юнитами своими. Джагжи сейчас выбьет эту дальнюю базу. И у него остаётся экономика. Здесь планетарка будет занят. Просто полетело сразу мулов. Ё-моё, сколько их полетело. Это аж страшно смотреть. 8 мулов. Смотрите, сейчас добыча как подскочит. 1500 час у тирана. Вот увидите, как мулов начнут приносить первые ресурсы. Вы поймёте. Пару-тройку раз, когда они съедут. Пару-тройку не прикрывают ничем. Как меня бесит, когда тирана вот так делают, как Джагжи сейчас. Всеми убежал и насосал просто на ровном месте. Просто на ровном месте. Просто на лингах отдал планетарку ключевую. Ну красавец же, красавец. Трудился, трудился, потел, жопу рвал. А потом прибежали 20 слингов на оклихе и сбрили всё нахрен. Вот тебе и весь твой пот, блин. Ну и чё Джагжи встал? А, ну здесь контр-забегание. Он боится, что сейчас его убьют в лоб. Здесь линга-беллинга забегает. Так, минки хорошо жахнули. 102-146 там по лимиту. Нужно принимать бой. Джагжи с темпачи пытается уйти. Скрифа уходит, улетает чья часть тут. Панически убегает, я бы сказал, частью юнитов. Нужно... Так, здесь моряки бьются. Муталиски новые построены. Моряков недостаточно здесь абсолютно. Так, ушли, ушли здесь рабочие. Так, Либератор влетает, минка копается. По дронам залп офигеть. Просто 10 рабочих. Более 10 рабочих сейчас минка накрывает. Ой, какие залпы хорошие. Надо перезагружать здесь. 65-70. Прикол, что боевой-то лимит. Джагжи, что есть? Мутка слилась на туретках. Моряки мутку минус 0 на мэне. А здесь продолжается прессинг. Фактически новейшей базы зерговской. Здесь уже ресурсы кончаются. Если вот эта база погибнет, то ничего хорошего. Джагжи здесь не ждет. А Либератора ультимативный. Потому что мутки нет. Мутка слилась вся там дома где-то. Вот это игра. Вот это напряг. И еще два Либератора вылетают. Отбегал ничего другого, кроме как в размен пойти. Не видит здесь. А здесь да похи нету. Надо на мэйн уйти на хг. Просто встать за бараки грамотно. Точку сбора сюда поставить. Медивак вылетел. Джагжи возвращается назад. И правильно делает. Здесь на стимпаке просто отгоняется. Третий армор сейчас на линках доделается. Либераторы летают. Либераторы контролят. ЦЦеха перелетает в левый нижний угол. Чтобы начать добычу новую. Муталисков больше нету. Так, пошел замес. Джагжи все еще меньше. И даже в этой ситуации Джагжи умудряется как бомж сливаться просто. Даже в этой. Ну как так вообще? Где у него что вообще происходит? Не пойму. Так, минки. Минки отданы на муе. Блин, какой он тут. Так, заводит на мейн в итоге. Ё-моё. И Джагжи опять не здесь. И опять Джагжи не здесь. На мейн заходит Белджи. Ченджинги уничтожены все. Один выживает. Нет, пру даже. Здесь Беллинг Бумба есть. Джагжи пробегает мимо Беллинг Бумба. Минус КСМки делает. Продакшн погибает. Не, ну Джагжи бился, но столько ошибок игра не выдерживает. На самом деле. Стольких ошибок игра не может выдержать, как Джагжи сейчас сделал. Ну как можно быть таким просто мертвым? Я не знаю. Ну тебе дают шансы здесь на халяву. Он бежит на муе и все сливает, блин. Линги забегают. Вперед поставь, да похуй. Поставьте что-нибудь. Сделай стенку. Сделай ты что-нибудь вообще. Марики на муе бегают, сливаются. Как бомж сейчас в угол зажался сюда. Да, ё-моё. Сейчас ты, блин, тебе даст выиграть. Беллин, конечно. Продакшн ни одного здания не улетело вообще. Просто жесть. Так, Джагжи пытается... Ну 33-62 по боевому лимиту. В два раза Джагжи меньше. Либераторы контрятся, получается, с этими караптерами. Пока ушел зерк, Джагжи пытается разобрать. Объел просто не тупит. Он натаскал и две проксихаты заказывает сейчас. И все. Не прокси, простите. Две хаты восстанавливает одновременно просто. Ну здесь забрал, да, хату у Джагжи. Ну забрал. Ну дальше что? Ну Мариков по 5 строит. Ну кстати, если сюда сейчас экономику раскачать неплохо, по 5 Мариков в принципе производится. Еще есть шанс минимальный какой-то у Джагжи додавить, пока вот это золото не окупится. Ну здесь слишком много линго-бейлингов. Минок нет, которые могли бы на халяву перевернуть. Перевернуть. Мариков недостаточно. Здесь Джагжи прям через бейнов идет. Стимпак пытается зайти минуснуть лингов здесь. Да, зайдет. Да, он минуснет. База атакована. Так, 57-78. И даже здесь Джагжи умудряется быть разведенным в мясо просто. Марики стоят сзади, прирост не может соединить. Здесь загрузился, он полетел-то домой. А я это вижу, у меня просто уныние берет. Какой же просто Джагжи иногда тупой становится. И это чемпион ГСЛ, короче. Что он за решение просто принимает? Я смотрю и поражаюсь вообще. Зеленка по медивакам. Короче, жил-жил Джагжи, но не смог. Не смог Джагжи. Короче, история про Джагжи, который не смог. Мы сейчас наблюдаем. Золото восстановлено, там все восстановлено. Да, ливератор раскладывает. Здесь линга-бэринги. Ой-ой-ой, здесь просто жесть нафига клик. ГГ. Финал ЗВЗ-нчик у нас будет. Ну а что делать? ЗВЗ хорошее тоже имеет место быть. Ждем. На Джагжи надежды было мало. Я думал, у СиДжей Хиро может быть там что-то. Я думал, у СиДжей Хиро может быть там что-то. О, я не смог. Я думаю, что я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Будем надеяться, что пацаны будут тащить... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я так понимаю, по понедельникам он теперь будет проходить Завтра будет финал месяца GoFoSK, между прочим, приходите смотреть Ну там из наших касс и еще кто-то, по-моему Больше никого нету Офигай себе, макрохата убил на майне Первый раз такого хренотя не вижу Ну посмотрим А здесь третья А смысл макрохата на майне ставить? Та я чуть не вкуриваю Если только давить слингами Как-то не знаю, ну тут бейлинги есть Как-то слингами это будет давить Субтитры сделал DimaTorzok Стеночка, в общем-то, убьяла Понимаешь, здесь уже... Ой-ой-ой, мимо-мимо-мимо Вот пошла еще одна, один эволюшн Наглухо блочится Бьял здесь Прибегает увидеть, что Бьял наглухо блочится У него семь дронов заказано Восемь роу еще убьял Отменять надо эволюшн или нет? Нет, здесь слингов много стоит Бьял считает, что не надо отменять эволюшн В такой ситуации Один с роучей Двенадцать роучей А они пойдут в ближайшее время Вперед, естественно И будут заказ... Так, еще четыре роуча Восемь, четыре Ну, двенадцать, десять лингов заказано Так, обходит А, здесь есть проход Ё-моё, здесь проход-то есть, оказывается А я думал, что нету Все, роучи вперед двигаются Там плюс один Унсу на роуче заказано Но роучей-то у него нету Вообще сейчас просто И лингов, ну, очень много у Бьял Вперед идет Будет ли Бьял реведжеров делать? Вопрос открытый пока, конечно Пока я не вижу, чтобы он реведжеров собирался вообще делать Но уже на одного, даже на пару сейчас будет, собственно говоря Газа Здесь пять бейнов Пять бейнов значит, что лингами... Так, тяжело будет роучей лингами прикрывать Бейлинги будут взрывать Сплит пошел в роуче Бейлинги заходят Су принимает бой Замечательно Пошли реведжеры в замесе Там, которые деманджатся роучи В реведжеры превращаются Линги накидываются на одну королеву сверху Бейлинги заходят туда Бейлинги все слились Здесь и линги Бьяла забегают Смотрите, как Бьял терпел, терпел И очень грамотно реведжеров морфил То есть он именно в бою хотел морфить Вот почему он сразу не морфил Если бы они были бы сразу, линги похунизили А так линги роучи кусали И реведжеры кокона вот эти с пятью армором Очень сильно подрешали Здесь начинают выходить роучи Но это минус Су Смотрите, у него недостаточно просто ресов Подбиться здесь Это факт Ни ресов, ни прироста, ничего недостаточно Так, Бейлинг падает Линги накидываются в очередной раз Еще 20 лингов заказов Дотекание подходит сюда Дронов 18 минус На третьей базе дроны тоже сейчас будут уничтожены все Так, роучи падает ГГ-щик пишет Сул 1-0 Бьял Бьял И Такое ЗВЗ я люблю, хочу сказать Лучшая ЗВЗ это Быстрая ЗВЗ, как говорится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, выхожу я сюда Не заметил Все, варди заходит Сейчас будет инвайт Нормально, я пока что отвлекся Все просто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, 1-0 Бьял, вторая игра Поехали Бьялсу, это будет 5 у вас Там проблема с хостом, как обычно Так, сейчас я подойду, ребят Подождите, что-то чай напросился опять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, все, я здесь, пацаны Так, ну тут Бьял третью, достаточно раннюю хату ставит Усу уже готов пул Но этот пул не агрессивный Два линга прибегают, конечно Сейчас они на мейн забегут Они смогут подкусать немножечко Рабочих даже, но Кстати, это три хаты пул получается От Бьяла даже Против пула первого Жесть Дрона сейчас грамотно Бьял отводил Назад уже, казалось, сейчас он спасется Но нет, в итоге все-таки Сгрыз дрончика одного Два дрона сгрыз, совсем неприятно Ну, лингов тоже отдал Ну, два дрона выгодный размен в любом случае Как бы это очевидный, да, момент Тут инъекция раньше началась По дронов начал масить Ну, два дрона Ну, два дрона Пора что-нибудь покомментировать, наверное, да? Копит Су лингов И копит не просто лингов А армор еще им делая Ну, вот пошел на лоб Но, кажется, Бьял прочитал все эти действия Су И у него тоже линги подстраиваются Ну, его 18 лингов на 40 оппонента, но еще строится много при этом То есть, как бы Если бы еще армор Су доделал Сейчас так вообще бы было печаль Пытается Сус убежать Бьяла реально много У Бьяла тоже эволюшн делается Ну, Су не спешит, на самом деле, ломиться до армора То есть, он побегал Немножко Бьяла понапрягал сейчас И сейчас заждется армор И только та будет драться, судя по всему Но Бьяла к этому моменту Роучи поперли Экономика у него лучше Оверы подстраиваются Роучи сейчас будет же 8 штук Так, ну 8 Ну, против Роучи армор лингам Без Роучи с атаки не решать Суба, если атака у них есть Да, он законтрит атаку А против таких Роучи разница Здесь все равно 3 ударов будут лингов убивать Вот Но зато линг и лингов Хотя бы с одним грейдом Всегда разрывают Слишком у них мало ХП И слишком большой ДПС у них Скорость атаки 2 удара в секунду получается Да Так Ну тут Бьяла Вперед собрался идти, да 106 Так 8 бейнов там делается Где они делают А вот они здесь делают Что-то заказал Отменил Заказал Отменил Очень странно Как-то действовал Сейчас у нас Получается Роучи все больше и больше У Бьяла становится Золото он ставит Самое интересное Здесь золото Чуть-чуть Начало добываться 3 реведжера Поперло У реведжера Они хороши Чем они С рейнджом Со своим будут Контрить неплохо Так здесь Бейлингов Бьял Прогнал Мишка парочку Даже смог сбрить В это время Линги Бьяла в тылу Находится Кстати говоря У Линга Псу Здесь Роуч Много вперед идет Паерболы падают Ни один из них Нормально не попал Так А армор Погодите А армор У Бьяла Доделывается Я прошу прощения Здесь уже армор есть И Плюс 1 У СО У него У Бьяла Заказано Но У Бьяла Армор Суб Кстати поломал Здесь Бьяла Самое интересное Паербол падает Но на овер Бесполезно С приростом Бьяла По идее Бьяла Должен Отбиваться Логично Здесь очень много Лингов Бежит вперед Вот и у Бьяла Армор Доделался Но Успеет ли этот Армор Восстановить Паритет Для Бьяла В этой игре Или нет По лимиту Сравнялись Еще Бьяла Мастится Посерьезней Чем СУ На самом деле Релоджеров Добавляет Лингов Очень много Заказывает Лимита Больше Стало Сейчас Дроны Переводятся С мейна Все на золото С одной стороны Решение Это верное Абсолютно Я считаю Здесь добыча Выше Но Нужно Всеми силами Это золото Сейчас будет Защищать Бьялу Если он не сможет Его отбить Это золото В какой-то Сейчас раскладе То печаль Полная Для него Так Здесь Фаербол По дронам Мимо Правда Здесь Лингов Отгоняет Бьял Су собирается Наломиться Бьял Чуть отступил Назад Линги Лингов Принимать Фаербольчики Падают Овер Здесь есть Овера Нужно бы Прикрыть Заходит Бьял Вперед Но Усу Как-то Многовато Роучи Вам не кажется Так, ребята Мне кажется Что их Реально Много Но Убьяла Слишком Много Лингов И За счет Этого Армора Лингов Роучи За два Удара Не убивают На халяву От фаербола Су Просто Сверхчетко Как-то Отбивается И в этот раз Прирост Более же Усу Здесь Чем Убьяла Но Убьял Давит Стабильно Давит Линги Все новое Дотекает Ну вот Сейчас Момент Когда Су Переворачивает Кажется Замес Здесь Фаерболы Падают Часть Дэмэдж Наносит Только Часть Дэмэдж Наносит Отступает Бьял Назад Надо Пронимать Бой Фаербольчик Падает Су Чуть Фаербол Су Медийственным Реважером Вообще Не видел Кидал Он Хоть Один Фаербол Пока Вообще Не видел Но Убьяла Четыре Хаты В отличие Отцу Которого Три Хаты В принципе Добыча Равная Примерно Хотя Нет Смотрите Убьяла Выше Добыча Причем Значительно Выше У него За счет Золота За счет Что Один из Дронов Здесь Двенадцать Добывает Но Здесь На Мэне Кончилась Практически Добыча Здесь На Мэне Есть За счет Более Грамотного Сплита Рабочих На базах Убьяла По добычу Сейчас Ближе Стало Конечно Убьяла На Тридцать Четыреста Больше Стабильно Минерала Так Есть Релоджера Надо Поменять Назад Отвести Чтоб Он Не Отдался Есть Беллинги Усу Преимущество В технологиях Беллингов Сейчас У него Есть Беллинг Бьян Не может Лингов Вести Нормально Беллинги Пытаются Забрать Линги Прошли Вперед Линги Больше Су Становится Сейчас Беллинги Зарешали Очень Сильно Падают Все Релоджеры Здесь Релоджеры Остались Усу 1-1 Против Одного Армора Это 1-1 Ребятки Прикольная Игра Была 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, в ЗВЗ третья игра точно не последняя. Казалось, Бьял может 2-0 повести в этой игре, но в предыдущей получить преимущество уже матчпоинт. Но СУ был крут, отбился и пробил в ответочку с бейлингами еще. Продолжение следует... Мавия Геор активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Муэджер. Семнадцатая хата. Газпул УСУ. Убьяла. Пул первый. Потом хата. Сейчас уже Муф будет заказан в ближайшие секунды. Вот пошел Муф. 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 Так, два линга здесь сныкалось у Бьяльчика. Построил еще четыре, шесть будет суммарно. Ну, очень скоро будет готов. Ну и Роуч Ворон. Это, видимо, какой-то выход. Типа как в первой игре Бьяль играл, наверное, пуш с Роучами будет. Здесь стенку, то есть здесь надо ставить крип, стенку здесь делать тяжелее, чем на Эхо, по-моему, да, там был пуш этот. Там больше зданий. Ну, посмотрим, во что это выльется. Да, тоже самое абсолютно Бьяль делает. Спасибо. Так, три плетки делает Су. Делает Роуч Ворон. Рабочих на пять больше. Долго-долго идет Бьяль вперед. Ну, кстати, три плетки плюс Бейны, плюс подоспевшие чуть позже Роучи могут и подрешать, на самом деле, здесь. Есть Бейлингов несколько у Бьялы. Он заходит на ХГ. Плетки идеальный тайминг тут доделали сейчас. Так, линги все взрываются на Бейлингов. Здесь Бейлингов Роучика, линги врывают вперед. Бейлингов больше нет. По-моему, это очень крутая оборона со стороны Су сейчас была. Очень крутая. Ничего, здесь не выпустят. Бегей в Ял сразу пишет, ну, два раза подряд одну и ту же хренотенью. Дуг базовый такой, самый ранний, нелепый. Ждем четвертую игру. Так, ссылку на процессор. Ты можешь сам нагуглить, что примерно за 70 рублей можно взять, вообще-то, и все. А когда они будут, я уже буду думать. Опа! Захожу в игру. Вот так вот. Вот так вот. Су-2-1, ребяточки. Вот это уже игра может стать последней, потому что это четвертая игра, но она может последней стать только если Су победит. Объявл показал, что он силен. И без боя не будет ничего отдавать, да и как, что значит без боя, если он уже до финала дошел, получается. Так. 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 Сам 9, cuatro, там 8 роучей. Там 8 роучей, да 10 роучь, ворон заказан. Ну. Эм.. 40 секунд пока эти роучи достроятся. Пока накопят ну должное количество убьял роучей и пойдет вперед. Ээээ у Су уже всё, ну у Су уже будет роучив до заказов. Так. Здесь Ленге заходит. Видит Су. Прекрасно принимает решение не врываться никуда. Думаю решение самое верное, потому что здесь роучи все-таки много было, плюс королевы бы помогли. И сейчас просто Су будет заказывать своих роучей в ответку и встречать Бьяла. Вот хата готова, она дает лимита некоторое количество. 5 роучей заказано, Саплая кончается, появляется Саплая сразу. Еще роучей заказывает Су, у него 9, 10 в итоге заказано рачей. Здесь будут бейлинги, здесь будут бейлинги у Бьяльщика, это очень-очень важно. Но Су нужно главное отбиться здесь и все. Здесь есть королева, сейчас роучь будет. Хата дэмэджи на 3, роучь врывается, роучь, на муи, блин, Су, что ты творишь? А он какой-то гасится дальше, какой-то гасишься-то. Так, здесь на халяву отменяют все в итоге Су Бьялу, сгрызает дрону. Третьей хаты нет и не будет пока, а здесь третью не убить и на 5 дронов уже больше. У Су это крайне важный момент здесь в этой игре. Роучи тут сплитчаны маленько, бейлинги заходят, принимают с собой, жмёт вперёд, а клик сейчас у нас Су бейлингов часть убивает. Линги как больно накинули здесь. Бейлинги врываются, надо бы сфокусить этих бейлингов. Наконец-то бейлинги все падают. Су может спокойно драться. Хату часть лингов Бьяльщика попустила. Но хата живёт. Почему-то здесь ничего не заказано. Вот наконец-то до заказа в этой хате пошёл. Просто когда замес идёт, и прям в бою линги вылупляются, а там прям в бою по ней вылуплялись, это самый лучший рост, который может быть. Су больше на 20 лимит, это значит, скорее всего... Это скорее всего 3-1 по жусу. Угрызает, сука, вот лингов Бьялу. Идёт вперёд. Бейлинги кончились. А линги роучи не отпустят. Роучи слишком медленно, чтобы уйти. То есть линги будут их кусать. И нельзя им было бы драться, потому что вот эти роучи их убили. Идёт уже добивать, сука. Он добьёт здесь 100% оппонента своего. Подходит ещё 3 рача. Линги подбегают. В общем, можно и реведжеров поморфить. Если газ есть, немножко газа есть, было бы сейчас. Тут недостаточно и без реведжеров, всего без морфа. ГГ пишет. Бьял, су-3-1, су-красавец. Н-А-К-Р-И-Л-А-Е-Т. Сейчас всё к чертям собачьим. Ну что? Можно с топ-100 разделать. И возвращаться без задержки. Ждите.